Поговорим о том, почему на самом деле нужно потеть чаще. Знаете ли вы, что мы тратим свыше 75 миллиардов долларов в год лишь на то, чтобы остановить пот? Почему-то люди не любят потеть, не любят запах, и больше всего не хотят, чтобы кто-то знал, что они вспотели. Так вот, у самого пота нет плохого запаха. Запахи возникают из-за бактерий, которые ферментируют определённые вещества в поте. Часто при использовании дезодорантов, которые закупоривают поры, эти вещества в поте блокируются, ферментируются сильнее, и запах ухудшается. Есть два типа потовых желёз. Одни железы выделяют жир и связаны с волосяными фолликулами, например, подмышками. Другие потовые железы выделяют больше солёной жидкости. Но общая цель пота в том, что с его помощью тело контролирует температуру, снижает её, чтобы вы могли продолжать двигаться и не получили тепловой удар. Это механизм выживания, и мы можем терять много пота. Мы можем терять от двух до четырёх литров пота каждый час. Это огромное количество жидкости, выходящей с тела. Когда люди испытывают страх или сильный стресс и потеют, пот пахнет совершенно иначе. Давайте посмотрим, из чего состоит пот. В одном литре пота содержится девять десятых, почти один грамм натрия, так что в поте много натрия. А калия в поте всего две десятых грамма на литр. Ещё меньше кальция — пятнадцать тысячных грамма на литр. А магния — тринадцать тысячных грамма на литр. В поте есть и много других веществ — хлорид, жирные кислоты, даже глюкоза, белки. В общем, химический состав пота такой же, как у жидкой части крови, только без эритроцитов, и как у жидкости, которая находится между клетками и капиллярами. То есть это солёная жидкость. А часть этих минералов даже повторно усваивается через потовые железы. Но вот, что вам надо знать. Средний человек употребляет примерно 3300 миллиграмм натрия каждый день и примерно 2600 миллиграмм калия каждый день. Давайте сравним это с тем, сколько телу реально нужно. Возьмём, например, натрий. Среднему человеку нужно меньше натрия, чем он на самом деле получает. Нужно где-то 2300 миллиграмм, а получает он 3300. То есть он получает лишние 1000 миллиграмм натрия каждый день. А вот калия человеку нужно 4700 миллиграмм. Это намного больше того, что он на самом деле получает. Итак, средний человек получает на 2100 миллиграмм калия меньше, чем нужно. Лишь 5% людей получают 4700 миллиграмм калия каждый день. Но пропорция этих минералов намного важнее, чем их количество. Так что, если вы получаете мало калия, просто не употребляйте много натрия. Но если вы употребляете больше натрия, употребляйте намного больше калия. Минимум в два или даже в три раза больше калия, чем натрия. На эту тему есть много исследований, ссылки внизу. Но эти пропорции нужно соблюдать. Особенно это важно для сердечно-сосудистой системы. Вот почему я выпускаю электролитный порошок. В нём очень много калия и мало натрия, что устраняет этот дисбаланс. Итак, вот какую пользу приносит потение. Номер один. Оно восстанавливает правильный баланс натрия и калия. Ведь у среднего человека, как я сказал, слишком много натрия и мало калия. А когда мы потеем, мы теряем гораздо больше натрия, чем калия. Так что, просто потея, вы исправляете этот баланс. И укрепляете сердечно-сосудистую систему. Номер два. Вы можете вывести некоторые токсины, содержащиеся в крови. Просто имейте в виду, что при этом вы теряете и полезные вещества. Но токсины будут выводиться, если они есть в крови. Номер три. Вы будете лучше спать. Люди замечают, что когда они потеют, особенно на тренировках, они потом лучше спят ночью. Возможно, сон улучшает в тренировке. Но уже одно то, что мы исправляем баланс натрия и калия, улучшает работу сердца и сосудов, улучшает дыхание, кровообращение, и сон улучшается. Номер четыре. Больше энергии. Но тут не всё однозначно. Ведь если вы больше спите, у вас будет больше энергии. Если у вас дисбаланс натрия и калия, и вы его исправляете, у вас будет больше энергии. Но если вы теряете слишком много электролитов, особенно натрия, вы будете чувствовать утомление. Так что если вы потеете и не восполняете натрий, утомляемость может повыситься. Но всё это зависит от того, сколько вы тренируетесь, и восполняете ли вы в то же время электролиты. Номер пять. Потение может усилить кровообращение и предотвратить перегрев. Вот смотрите. Когда вы потеете, вы выталкиваете определённые жидкости. Это очень полезно для кожи, кровообращения, ведь вы что-то выталкиваете, и, я надеюсь, получаете что-то взамен. В отличие от бездействия, когда вы не потеете, жидкости не циркулируют по телу, они застаиваются, и кровообращение снижается. Номер шесть. Потение создаёт гарметический эффект. Что это значит? Это значит, что потение создаёт определённый стресс, и тело адаптируется, становится сильнее. Особенно это касается нейронов в мозге. Я нашёл исследование, ссылка внизу, что потение помогает сохранить клетки мозга, что весьма любопытно. И номер семь. Потение укрепляет надпочечники. Надпочечники в огромной мере контролируют уровень натрия и калия. Если у вас дисбаланс, и вы потеете, вы можете восстановить их баланс и тем самым укрепить надпочечники. Это тоже неоднозначно, ведь если вы теряете слишком много натрия или даже теряете слишком много калия, это может плохо влиять на надпочечники. Но обычно человек потеет, когда тренируется, а тренировки укрепляют надпочечники, если отдыхать достаточно. Вчера я подстригал газон, и было жарко. И я вспотел как чёрт. Пот с меня лился градом, заливал глаза. Он был солёным. Я зашёл в дом, принял души. Ей-богу, как же хорошо я чувствовал себя остаток дня. Я отлично спал этой ночью. Я думаю, что теперь вам лучше всего посмотреть видео о тренировках. Уникальная польза тренировок. Вот оно, посмотрите. Субтитры создавал DimaTorzok